Привет! Как дела? Сегодня я начинаю серию рассказов о самых лучших пляжах-курортах Великобритании, которые мне удалось посетить в 2017 году. Они находятся в графстве Cornwall на самом западе Англии. В последние три года моего проживания в Лондоне мама очень часто приезжала ко мне, и я старалась организовывать для нее такие большие путешествия на 3-4 дня в какой-либо край, в какую-либо страну Великобритании. Так мы с ней посетили и Северную Ирландию, и Шотландию, и Уэльс, о котором я рассказывала вам в прошлом году. Если кто не помнит, смотрите в этих роликах. И в 2017 году летом мы с ней поехали в графство Cornwall. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Об этом графстве я узнала абсолютно случайно, еще когда училась в своем последнем колледже на курсах английского языка. Там я обучалась уже АЭЛЦу, как сдавать этот тест, но об этом я тоже буду позже рассказывать. И у нас была такая учительница англичанка, которую звали Кейт. Ей было, наверное, лет под 60, но она всегда говорила, знаете меня, Кейт? И всегда такая шустрая, боевая, такая воодушевленная всем. И рассказывала нам про это графство. Какая там, говорит, великолепная природа. Вы, если еще никогда не были там, обязательно съездите. Там красивое море, такие поля, такое все, а-а-а, пейзажи и так далее. И, говорит, все художники стремятся туда писать свои картины. И вот как-то она вот так вот зарядила меня, что мне было всегда интересно, что же там такое. Особенно она говорила про местечко Сан-Ив, куда мы с мамой, естественно, съездили и посмотрели. Да, действительно, места там очень красивые. Но единственное, что с погодой нам не совсем повезло. Была переменная облачность, иногда срывался дождик, иногда светило солнце. Но, тем не менее, пляжи там обалденные, природа там восхитительная. Она была права. Я нисколько не пожалела, что потратила достаточно приличные деньги. Потому что поездка в это графство, наверное, была одна из самых дорогих наших поездок. С мамой на двоих мы потратили 350 фунтов. И это при самых дешевых отелях, при самых дешевых билетах, которые мне удалось приобрести. Ну, о том, как я планирую поездки. Конечно, на составление всего маршрута у меня уходит 2-3 дня, чтобы прописать, какие поезда или автобусы, куда мы поедем. В каких отелях жить, чтобы все это совпало и по времени и так далее. Может быть, когда-то я буду рассказывать, когда буду планировать очередное путешествие. Ну, а самый главный секрет, как организовать дешевое путешествие, это просто надо бронировать все заранее. Я обычно начинаю задумываться о покупке билетов и отелей за 1,5-2 месяца. И вот так вот я составила маршрут, по которому мы с мамой организованно поехали в это наше западное морское путешествие. Специально для вас, дорогие подписчики, я даже выписала свой маршрут, свой путевой лист, куда и когда мы ездили, и цены. Потому что вы часто спрашиваете меня, сколько стоило то или иное путешествие. Об этом, обо всем я буду рассказывать в каждом ролике. Ну, о каждом городе, который мы посетили, а это были Нью-Ки, Бензанс, Сан-Иф и Фалмас. Я буду рассказывать в отдельных роликах. Ну, и сегодня про город Нью-Ки и как мы до него добирались. Итак, про город Нью-Ки. Точнее, по-русски это будет звучать Нью-Куэй. Но давайте произносить правильно по-английски. Англичане называют этот город Нью-Ки. Как я и говорила, все билеты я приобрела еще до приезда мамы в Лондон. И в назначенный день, а это были конец июля, начало августа, мы отправились на железнодорожную станцию Паддингтон, откуда и начиналось наше путешествие в первый город под названием Нью-Ки. Мы выбрали Great Western Railway, железнодорожную компанию Великий Запад. Наверное, так это можно перевести. Сказать по-честному, это, наверное, самая лучшая железнодорожная компания, которая мне встречалась вообще за всю историю моих путешествий по Великобритании. Очень мне понравился поезд, очень быстрый, очень комфортабельный. И, ну, как-то ощущался лучший из лучших класс обслуживания и поездки в достаточно долгое путешествие. Все время от Паддингтона до Нью-Ки у нас заняло около пяти часов. И самые дешевые билеты нам обошлись в 45 фунтов на двоих. Хотя, когда я выбирала, там были даже такие билеты, что стоили 125 фунтов в одну сторону на одного человека. То есть, это достаточно дорогая компания, но просто надо выискивать какие-то дешевые, ну, бывают такие акции или еще что-то, маршруты, или там рано утром, или поздно вечером. Ну, я думаю, вы сами об этом прекрасно знаете, как выбрать самый дешевый билет в той или иной компании. Но если не знаете, пишите в комментариях, я буду рассказывать. И вот так мы с мамой сели в поезд и поехали. Я выбрала вагон под названием Quiet, то есть тихий вагон, где никто не должен разговаривать, никто не должен громко слушать музыку и так далее. То есть, это вагон для тех людей, которые хотят отдохнуть в пути. Я, в принципе, всегда выбираю на дальние расстояния такие места в тихом вагоне. Ну, потому что, когда ты едешь куда-то в поезде, хочется, конечно, тишины, а не слушать чужие разговоры, шум, гам и так далее. Но, к сожалению, в Бристоле, через который состоял наш маршрут, это достаточно такой большой город, сетевой узел, откуда идет дорога и на Уэль, и на Западную Англию. Там я была несколько раз. И, кстати, там же я посещала праздник воздушных шаров. Об этом я тоже буду скоро рассказывать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. И вот в Бристоле к нам села семья или две семьи. Я не знаю, там очень много было человек, китайцы. Их дети бегали по вагону, шумели, галдели. И так вот продолжалось в течение, наверное, часа, а ехать было еще час. То есть около двух часов там после Бристоля. И все англичане сидели и молчали, сохраняли спокойствие, keep calm and Korean, как говорится. Ну, я думаю, для тех, кто знаком с Англией, не секрет, что англичане очень терпеливые. Это неприлично сделать замечания чужим детям в их обществе и так далее. Я тоже, в принципе, ну, уже была подстроена под английскую жизнь и терпела до последнего. Но, видимо, русские корни заграли во мне. Мама еще сидела и говорила, ну, сколько можно, сколько можно бегать по вагону, шуметь и так далее. Ну, хотелось, конечно, спокойствия. Мы уже ехали три часа и еще целый час слушали вот это вот все. В итоге я просто встала, повернулась и сказала, пожалуйста, угомоните своих детей, так как вы находитесь в тихом вагоне. Если вас это не устраивает, пожалуйста, перейдите в другой вагон. Просто так вот, ну, как бы ничего грубого я в этом не вижу. Они все угомонились, все стало тихо и спокойно. И в течение часа, пока мы не доехали до конечной станции, в вагоне была тишина. И я просто своими фибрами чувствовала, что вот это вот напряжение, которое было по вагону ходило, у англичан спало, все так выдохнули. Немного людей было, полупустой вагон, но все равно все просто уже были на грани. И когда англичане выходили уже из поезда, они так обернулись и уважительно посмотрели на меня, типа, спасибо тебе большое, что ты угомонила их. Но сами они, конечно, никогда бы не сказали ничего такого. Ну, а так как я иммигрантка, не вижу в этом ничего зазорного сделать замечание. Можно сказать, что у меня есть такой экскюз. Так что иногда приходится поступать не по-английски. Тем не менее, мы доехали до Нью-Ки и практически сразу же пошли на пляж. Пляж находился через дорогу от вокзала, а до нашего отеля надо было пилить около 20 минут. Так как мы приехали в 3 часа ходить туда-обратно, у нас уже не было времени, мы решили позагорять, покупаться, пофотографировать там всю эту красоту. Обалденное побережье. Лазурное море, горы, скалы, красивый город. Ну, все такое прямо пляжное-пляжное, морское-морское. Все как мы любим. И даже волны были большие. И вообще Нью-Ки считается, наверное, одним из главных курортов для серфинга. Поэтому там было очень много серферов. Ну, я их тоже сколько могла поснимала. Сама пошла, купалась в волнах. Море было более-менее теплое. Но так как уже был закат, я не рискнула купаться еще второй-третий раз. Просто обсохла, и мы пошли заселяться в отель. Ну, как отель? Самые дешевые отели, которые я нашла на Букинг-Ком, стоили 80-90 фунтов за ночь. А это были апартаменты. То есть отдельно стоящая квартира в доме. Ну, мне кажется, там абсолютно все квартиры были выкуплены и сдавались в качестве комнат, ну, так скажем, отеля. Но это были апартаменты. Название, если кому надо, Ocean Breeze Apartments. И там даже не было никакого ресепшена. Все на самообслуживании. Специальный сейф с ключами, куда вводишь определенный пароль, который тебе приходит в подтверждение, когда ты уже оплатил этот отель. Берешь свой ключик, открываешь дверь и заходишь. Обычный стандартный номер, две кровати. Только находится не в центре города, а идти минут 20 от вокзала. Рядом находится огромное поле для гольфа. И там уже в 6 часов утра люди собираются и начинают играть в гольф. И такие виды шикарные открываются, что мы с мамой решили не завтракать, а пойти погулять. Прямо с самого утра мы пошли. В 10 у нас, по-моему, был выезд. И вот до 10 мы гуляли, вышли еще на какой-то другой пляж, который находится за этим гольф-полем. Очень красивое морское побережье, такое насыщенно синего цвета море, зеленые вот эти луга, гольф-поля. И даже на скале какой-то там, ну, под замок, наверное, какой-то люксовый отель стоит. В общем, тоже поснимала все эти виды, побегали по песочку, попрыгали. Холодно еще было. Я мамин свитер надела, он такой еще широкий. Ну и она меня там поснимала, я что-то там на пляжу поделала для кадров. Побегали мы там и пошли уже в центр города гулять. Рядом с пляжем нашли кафешку, там и позавтракали. Мы купили чайничек такой с чаем, взяли две чашечки, и у нас была своя колбаса с хлебом, и эклеры еще, которые я на вокзале в Паддингтоне купила. Все это мы вместе собрали и позавтракали. После этого мы немножечко посидели на пляжу, но купаться я уже не стала, так как у нас было запланировано на три часа путешествия уже в следующий город, Пензанс. Мы прошлись по городу еще, посмотрели магазинчики такие пляжные, и нашли несколько чарити. Ну, если кто недавно подписался на мой канал, многие уже знают, что мы обожаем чарити-шопы, то есть комиссионные магазины, деньги от которых идут на благотворительность. Особенно в дальних, от Лондона, городах, там все очень дешево. За 1-2 фунта, иногда даже за 50 копеек, можно купить вот такую вот классную, качественную вещь. Поэтому мы там часто любим ковыряться и выискивать самое-самое. И именно там я купила себе вот такую вот спортивную футболочку Рибок, всего за 50 центов, это 50 рублей. Она была полностью новая, я уже ее немножечко затаскала. Там же надела и пошла фотографироваться уже в ней. Так что вот такие вот бывают покупочки, абсолютно дешевые и практически новые, можно приобрести в чарити-шопах. Ну, о городе Пинцан смотрите в следующем ролике. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До новых встреч!